Второй волшебный вопрос к себе, он может быть такой, а вот мой кризис, это может быть кризис целеполагания, может быть я все уже сделал, что придумал себе, и может быть нужны следующие цели. И еще, я не хотела бы казаться полным русофобом, но у нас действительно есть общественные некоторые сложности, мешающие проходить именно этот возрастной кризис. У нас же как, да, даже при подаче резюме спрашивают возраст, у тебя какой возраст, там 35+, 40+, 45+, это уже в большинстве мест, это такой фактор, играющий против. Очень редко, где рассматривается возраст, как то, что играет на соискателя. Нет, у нас по-другому. У нас кажется, что где-то после 40 начинается спад. И это, этот дискурс, это убеждение, мы его не осознаем, мы его не видим, мы не знаем, что мы его вообще разделяем, да, но оно на самом деле очень сильно влияет. Где-то как вот про детей, это после 3 уже поздно, такая модная фраза, совершенно ни к чему не имеющая отношения, все по-другому, после 3 не поздно. Точно так же после 40 тоже не поздно, не поздно после 40. Но у нас в голове на уровне прошивки сидит что-то такое, что то, что ты не успел до 35, 40, 45, вот эта вот плавающая дата кризиса, то ты уже и не успеешь. И одна из опасностей кризиса среднего возраста, это то, что человек берет и ставит на себе крестик. Все, этого я не успел, этого я не успел, это я успел, но это не важно, это не то. И возникает длительное, очень разрушительное, на самом деле, в долгосрочной перспективе отсутствие будущего. Вот очень важно при прохождении кризиса среднего возраста не потерять ощущение хорошего будущего, что у тебя вообще что-то будет, что это то, что тебе будет, тебе подходит, и что как бы жизнь не заканчивается, только начинается, и там начинается абсолютно новый этап пути. На самом деле он классный, он совершенно замечательный, потому что обычно к 40 годам, ну к этому времени кризиса среднего возраста, человек уже разобрался с какими-то социальными задачами. Он там уже, наверное, выучился, наверное, он построил отношения, либо он идет к новым отношениям, возможно, он завершил этап активного родительства, а может быть, только в него вступают, у нас все по-разному, да, сейчас некоторые только к 40 дозревают до того, чтобы хотеть иметь детей. Но какие-то вещи уже решены, вот во многих планах 40 и там, ну в районе 40, не так мучительно, как 20. Но ощущение, что больше ничего не будет, наше, общероссийское, мне кажется, должно быть отрефлексировано и сменено на другое. Вы, наверное, видели западных менсионеров, которые гуляют по разным городам и странам, и то, какие у них глаза, да, какое ощущение жизни, сколько у них интересов, и, ну скажем, вот это мое предпочитаемое будущее, быть французской бабушкой, это мое предпочитаемое будущее, но оно, понятно, что не сбудется, я не буду французской бабушкой, но то, как они выглядят, как они относятся к себе, к другим, к жизни, это, мне кажется, достойно внимания и изучения. Эти люди понимают, что жизнь чем дальше, тем лучше, что жизнь как вино и возраст как вино, чем оно старее, чем его больше, чем больше лет, тем более классное послевкусие, тем более насыщенный вкус.